всем привет с вами кекс и сегодня я буду пялить вишню эта вишня у меня пойдет в начинку для пасхальных куличей ее можно использовать начинку в торты замачивать в коньяке в общем очень много вариантов я буду использовать замороженную вишню с ней очень проще отсидеть сок но можно также делать и со свежей вишни заготовки себе и на зиму они отлично хранятся так что пробуйте я буду размораживать вишню у меня закончилась вишня без косточек в этом мне придется еще с нее косточки подоставать и разморозила косточки подоставала и от нее отошла часть сока пока я подоставала эти косточки этот сок я убрала его можно будет потом пить есть и немного в кулаке отжала вишню она очень хорошо отдает свой сок после заморозки и на 400 грамм отжатой кулаки вишни я прям не до суха но вот так вот хорошо кулаке прижимала добавила 200 грамм сахара и оставила еще постоять если вы будете использовать свежую вишню то ей нужно будет постоять наверное с полчаса и больше чтобы она хорошо у вас отпустила сок у меня постояло ну я не знаю может минут пять-десять еще немножко сока пустила и я ее бросила в кастрюльку до закипания там должно быть немножечко сока все таки чтобы она у нас не жарилась как бы аварилась закипела у нас вишня и ее нужно в сахарном сиропе как бы проварить минуты 2-5 если это у вас заморожено если свежая то подольше чтобы она у вас стала хорошенько мягкая вот где-то минут 5-7 точно вам надо чтобы она прокипела но пускай она будет у вас практически полностью покрыта сиропом чтобы она полностью варилась у вас вот она у меня кипит стала уже мягкая такая красивая уже ее в принципе уже сейчас можно использовать для начинок в торт но я ее буду вяли чтобы она у меня получилось как сухофрукты как изюм даю постоять свои смеси этой чтобы она у меня остыла до комнатной температуры немножко настоялась сахарном сиропе хорошо конечно если она остынет у вас полностью но у меня времени ждать не было поэтому я ее буду отжимать еще такой горяченькой на мне немножечко постояла возьму ситечко марлечку туда можно взять в дуршлаг и под пресс ставить эту вишню а я буду отжимать и так как у меня ее не так много получилось в общем у меня где-то было изначально килограмм может чуть больше а вот получилось 400 грамм отжатой и в конце у меня получится где-то 150 грамм сухой в общем я хочу сказать что у меня ее вышло немного поэтому я ее могу отжать спокойно через марлю но можно ее поставить также под пресс выливаю ее полностью все сюда и начинаю вот так вот скручивая отжимать лишний сок она еще у меня очень горячая поэтому не совсем удобно скручивается чем больше вы сейчас отожмете сока тем быстрее у вас высохнет ваша вишня нам не нужно будет добиться прям таких сухарей с нее вяленая вишня все-таки вкусна тем что она слегка еще мягковатая она получается такая где-то как изюм вот она отлично в себя принимает если вы ее будете заливать коньяком ромом она отлично в себя втягивает и получается такая нежная сладкая у меня часть пошла в куличи часть у меня культурно залопали очень быстро родные она очень вкусная получается даже так если делать ее на хранение то она очень быстро расходится не доживает до того что нужно теперь мне нужно на противень расстелить пергамент лучше всего если это будет хороший пергамент которому наша вишенка не пристанет но на принципе не должна приставать можно и на силиконовый коврик разложить раскладываем равномерно в один слой чтобы она у нас хорошо просыхала тем временем я включаю духовку температура у нас где-то от 70 до 100 градусов отправляя в духовку это минимум на час полтора а то и два может затянуть но вы пробуйте по ощущениям она еще конечно когда вы достанете с духовки еще затвердеет после остывания поэтому не добивайтесь прям сухарей она должна быть немножечко мягкая после того как она остыла она получается у вас такая как изюм очень вкусно и можно кушать уже прям сразу можно деткам можно потом если хотите и компоты с нее варить все что вам нравится и обязательно использовать в начинке но у меня это будет в куличи обязательно попробуйте это очень похоже как и клюкву так можно сушить так что если вдруг что не понятно обязательно спрашивайте в комментариях постараюсь на все ответить скоро будем печь куличи а с вами был кекс до новых встреч пока пока